Позже прибытия туда, ничего не объяснив, нас сумели в посадку и сказали прятаться просто от птичек. Ну это квадрокоптеры. Мы прятались, после чего тот же зэк, который толком ничего не знает, не видит, пришел, сказал, окапывайся, будем держать оборону. В случае бегства нам сказали, что сзади стоят заградотряды. Кто там стоит, я не знаю, но расстреливают всех, кто будет убегать. В принципе, из-за этого я и попал в плен, потому что не побежал, чтобы свои не застрелили. Родился в городе Волгодонск, Крестовская область. В российской армии являлся пулеметчиком в отдельной роте комендатуры ФСБ. Как были за этот плен? При минометном обстреле получил тяжелое ранение, не смог выйти сам. Мои солдаты меня бросили, оставили. Через ночь меня нашли в военной упраинке. Какую функцию выполнял на позициях? Стояли на второй линии и не давали отступать штурму ЗЭТ. Приказ был при их наступлении бить на поражение. Твои там, блядь, ЗЭТ, который ты завел, ЗЭТ завел нахуй. Пускай, блядь, встают нахуй на передок перед тобой, нахуй. На передок перед тобой 22 человека. Совместно с твоими там, блядь, отважными, нахуй. Откуда ты там откатился чуть-чуть, блядь. И пускай они, нахуй, вопланками ебашут, блядь. Чтобы, блядь, они не зашли на нашу позицию, как принял. Все, здесь же надо этого оборона, блядь. Все пулеметчики, гранатометчики, минометы надо навести, нахуй. Мавики все в воздух поднять. Как принял, ЗЭТа ты полностью задействуешь, нахуй, в твоем распоряжении, нахуй. Ну, них шагу назад вообще нету, блядь. Только вперед. Если что, нахуй, разрешаю обнулять тебя, блядь. Прямую ответственность. То есть, выполнял роль завратительного отряда? Да. Какое имели вооружение? Автоматы, пулеметы и снайперские винтовки.